Знакомое место, да? Кажется, вот на той штуке я был. Может и не был. Через нас с чем-нибудь поедет или нет? Жалко. Шпалы все поменяли. Я помню, мы тут ездили с некитом. Шпалы были деревянные. В той стороне шламотвал. Он у нас токсичный, теплый. Лягушки там орут. Скатаемся на него. Потом поедем дальше. Планов на маршрут нет. А если планов нет, то поездка будет интересной. Одно мне не нравится. Я сегодня не угадал с ветром. Ветер ужасный. И дует, как обычно, прямо в лицо. И, наверное, меня не будет слышно. Ого! Слышали, да? Куча воронья. Куча воронья. Вот такие дела. Ребята, из Якимапи я узнал, что это озеро, это озеро отходов производства фосфора. И сверху, и снизу от него находятся озера с рыбой. Так что рыбачить вам там или нет, я даже не знаю. И город находится всего лишь в трех километрах от этого места. Вот, короче, эта труба. Запомните, где эта труба выходит? Вот она здесь выходит. Запомнили? Молодцы! Новенькие, наверное, этого места не узнают. А я это место прекрасно узнал. Где-то в марте месяце, вот с этой горы бетонной, я съезжал по снегу на жопе. Поехали! Конечно, я бы хотел сейчас это сделать, но снега нет. Поэтому мы просто залезем. Главное, чтобы тут поезд не поехал. Ну что? Одному тут, конечно, скучнее. Делать абсолютно ничего, но красиво. И непонятно. Слушайте, ну получается, они меня знают. Специально для меня проехали. День удался. Можно теперь ехать домой. Сегодня у меня гиперснек, ребят. Смотрите, дюшес. Это мне на пятьсот километров. Ха-ха-ха-ха-ха. Помните трубу, да? Вот она. А я уже оттуда уехал. Зола отвал. Прочитали? Усвоили? Течет. Ну вот эта вся фигня куда-то туда течет. А куда она течет? Зачем? Очень непонятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пройду мимо, и ничего вам, спасибо, лето, ребят, есть грандиозный план на начало мая, я надеюсь все не сбутаться, кажется велосипед током бился, но это возможно, я прям под лэп стою, если все получится, то в середине мая ждите конкретно офигенное видео, я думаю, не знаю на сколько частей, но большое будет, просто собирается, как обычно, кругосветка в Жигулевском заповеднике, в Самарской луке, и в этот раз я надеюсь все же я туда попаду, попаду не один, потому что одному скучно, так что Николай, если ты это смотришь, помню один раз с подписчиками поехал на тот берег через Волгу, через Волгу у нас как раз, ну там ГЭС, там огромный, мощный лэп, и кто-то даже просто ехать не мог, потому что через седло им пробивало прямо во внутреннюю сторону бедра, хорошо, 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 у меня тоже бьет, а бьет сильно, будто осаживали, было весело, кстати, кто хочет покатать в Тольятти, пишите в комментарии, я думаю люди такие найдутся что тут делать? иди домой пытаюсь выследить грибы, но грибов что-то нет пока есть только куча старые листы может глубже надо заходить? я же велосипедист, не грибник, правильно? но все равно очень интересно знаете, есть грибы, строчки интересненькие такие, страшненькие в надежде на них но вряд ли интересно, что здесь происходило я надеюсь это видно кто-то сидел на дереве и фигачил шишки все в шишках столько шишек я еще не видел вообще никогда не знаю куда еду на полном серьезе просто еду от города я километров 25 не особо так страшно и муторно торопиться некуда абсолютно наслаждаемся апрельским лесом, ребята а вот птица прямо надо мной а ну-ка спой спасибо мне очень удобно так что убирайте дороги спасибо какое-то странное место, ребята ну я знаю что это ну не очень, но знаю мне б туда попасть не хотелось там такой напор воды ужас не поверите куница что ли огромная вот такая вот хорикоподобная коричневая фигня с пушистым хвостом ее гоняли сороки с воронами и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, ну конечно, когда песок рыхлый, но он прям такой, как пыль. Это ужас какой-то. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за донаты. Плохие новости. Походу я потерял батончик. Короче, был батончик. Какой-то хитрый там, не знаю. Я его потерял. Пострел в рюкзаке, нашел домашнюю футболку. А его не нашел. Ребят, мне кажется, вот именно так погибают туристы. Они просто потеряли еду. Это получается, что сегодня я собрался ехать на четырех конфетах. Дюшес. Ну, что поделать. Не, серьезно, потерял. В прошлом видео он был тоже апельсиновый. Куда исчез? Ну ладно, короче, фиг бы с ней. Кайфарик. А вот и велодорожка. А теперь подъем. Опять будут ноги болеть. Хорошо, когда видео смотришь, что ты такой сидишь в кресле, может что-нибудь ешь или пьешь теплое, сладкое. И ничего не болит. Не заняться ни ноги, ничего. Ну что, ребят, поездку можно считать завершенной. Многи болели. Болели. Жарко было, было. Есть хотелось, хотелось. Значит, все было интересно. В мае будет что-то интересное. Ну как что? Поход в заповедник на три дня. По идее. Загадывать не люблю, но должен быть. Фу. До следующего видео. Пока.